Хорошо, слава Иисусу! Сегодня хотел, в какой-то степени это будет продолжение прошлой проповеди, в какой-то степени это продолжение всей нашей темы, которую мы озвучили на год. У нас годовая тема – это жизнь во святилище. И мы уже много об этом говорим. С января месяца очень сильно акцентируем внимание на том, что мы призваны жить во святилище. И здесь, хоть мы находимся здесь, на земле, 24 часа в сутки, мы можем одновременно находиться и там, во святилище. Если вы христианин, если вы рождены от Бога, то о нас написано, что Бог нас оживил, воскресил вместе со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе. Причем сказано это в прошедшем времени, то есть это уже произошло в глазах Божьих. Бог уже нас видит, посаженных на небесах во Христе Иисусе. Нам это трудно представить или трудно даже ощутить, или трудно осознать это, потому что мы-то здесь, тела наши здесь, на земле. Но Христос, помните, говорит, я иду, чтобы приготовить вам место, и когда приготовлю место, приду снова и возьму вас, чтобы вы были там, где я. То есть, смотрите, когда-то наступит момент, когда и физическое наше будет тело там, когда Он заберет и физическое тело туда, когда мы будем с Ним полностью. Но сейчас мы соединены с Ним в Духе. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Поэтому мы соединены с Ним в Духе, и в Духе мы уже посажены с Ним на небесах. Да, нам здесь, на земле, еще предстоит какой-то путь, предстоят какие-то трудности, какие-то вызовы, какая-то борьба. Но эта борьба должна сводиться к одной цели. Помните, апостол Павел говорит о единственной борьбе, которую он борется. Он говорит о подвиге веры, по-гречески «агонос тиспистос». «Агонос тиспистос» – это борьба веры, то есть, или подвиг веры. Он говорит, я решил вот в одной единственной битве участвовать. Это битва веры, то есть, вся наша битва, вся наша война сводится к тому, что мы верим в то, что Бог говорил. Мы верим, что мы есть то, кто мы есть, потому что Бог так сказал. Мы в прошлый раз говорили, прошлая тема у нас была «благодатью есть мы то, что есть мы». Помните, каждый из нас, я верю, что, если хорошо подумает, может так сказать «я благодатью Божию есть мы то, что есть». И еще второй момент. По благодати Божией у меня есть то, что есть. Я не буду сейчас сильно возвращаться в прошлую тему. Это мы сегодня возьмем как-то за основу, потому что в прошлый раз мы много об этом говорили. То есть, по благодати Божией я есть мы тот, кто я есть. Апостол Павел так говорит. Он говорит, я наименьший из апостола не достоин называться апостолом, ибо благодатью Божией есть мы то, что есть. И он говорит, что я больше всех их потрудился, не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мной. И по большому счету мы говорили, мы бы с вами никогда не состоялись. Мы бы даже вообще не существовали бы, если бы у Бога не было плана на наше существование. Если Бог не позволил бы нам существовать. Потому что все через него начало быть, что начало быть. И все, что у нас есть, опять же, все доброе, что мы имеем в нашей жизни, это от Бога пришло. Апостол Павел говорит, что вы имеете, что бы не получили. Потому что все, что вы имеете, вы получили, вам дано это. В мир мы пришли голые из нити, да? Без ничего. Ничего мы не принесли в этот мир. И унести ничего из этого мира не можем. Поэтому все, что пока ты живешь в этой жизни на земле, все, что у тебя есть, благодари за это Богу. Даже просто благодари за то, что ты проснулся сегодня. За то, что ноги тебя сюда привели. Аминь. Благодари Бога за людей вокруг тебя. Вот просто сейчас повернитесь и скажите, спасибо Богу за тебя. Спасибо. Дорогие, мы иногда не понимаем. Мы очень часто недооцениваем, что Бог нам дает окружение. Вы знаете, я знаю христиан, которые мучаются в своем окружении. И знаете почему? Ну, некоторые выбрали, например, хорошую работу, хорошо оплачиваемую работу. Попадают на хорошее рабочее место, где получают хорошую зарплату. Но окружение у них неверующие люди. Ругаются, матюкаются, ссорятся, там за спиной сплетни какие-то плетут. Друг друга как бы презирают, кто-то ставит себя выше другого. И с одной стороны, вроде бы, христианин работает, понимает, что надо содержать семью, надо зарабатывать деньги, да, надо вот... И он терпит это, терпит до какого-то момента. Другой, может быть, не так много зарабатывает, но он окружен классными людьми, братьями, сестрами. И просто вот это мы недооцениваем. Мы никогда не можем оценить деньгами то, что мы имеем. Дорогие, то, что мы имеем, вот такое общение, христианское общение, это благодать опять же. Это благодать. Еще раз просто скажу. Все, кто мы есть, это благодать. Все, что мы имеем, это опять благодать. То есть вот это надо очень четко понять. Любой человек, если задумается, по большому счету, ну, даже ты появился на этот свет, это же не твое было желание. Ну, папа с мамой решили. Их заслуга, да? Ну, а если бы Бог не запланировал твое существование, и папа с мамой бы не смогли сделать тебя. Понимаете? То есть иногда мы вот это даже не понимаем. То есть я своим существованием, я ничего для этого не сделал. Я сам для этого ничего не сделал. Я сам как бы ничего не сделал для того, чтобы стать тем, кем я есть. Я сейчас вспоминаю некоторые вещи, которые мы делаем. Наоборот, мы сами себе вредим часто. Бог нас от этого охаживает тоже. От того, чтобы мы переборщили с этим делом. Да, мы там где-то учимся, где-то шишки напеваем. Но опять же становимся тем, кем мы есть по благодати Божьей. И обретаем то, что у нас есть по благодати Божьей. Дорогие, давайте определим еще раз понятие благодать. Благодать, само слово, благодать. То есть тебе дается благо, подчеркиваю, которого ты не заслуживаешь. Чем ты заслужил, чтобы появиться на этом свет? Что ты сделал такого для Бога, чтобы Он решил, что тебе надо появиться на этом свет? Это Его решение, это Его желание. Наше физическое рождение – это не наша заслуга. Тем более наше духовное рождение. Написано, что восхотев, родил Он нас словом истин. Восхотел, Он восхотел, и ты родился, дорогой. Он восхотел, и мы появились как дети Божьи, как у веровок, как у христианин. Дорогие, поэтому просто сразу понятие благодати, сразу, чтобы оно ни с чем не путалось. Благодать – это все доброе, что есть в моей жизни, которого я не заслуживаю. Я ничем не заслужил, но в моей жизни полно благодати. В моей жизни полно добра, полно добрых даров, добрых даяний, тех, которые я не заслуживал. Это благодать. И вот, знаете, иногда говорят, человеку повезло. Повезло. О, тебе повезло с женой, у тебя такая жена, у тебя такая красивая, послушная, умная, образованная. Не знаю, еще хозяйка такая. Мне повезло. Это и повезло. Нет, даже этот факт я принимаю как благодать. Это благодать. И мне не повезло. Я принимаю это как благодать. Господь, ты дал мне жену, которую я не заслуживаю. У меня дети умные, здоровые, послушные. Слава Богу, вот здесь двое из них, здесь один в Польше. Слава Богу, опять же, я заслужил это. Это благодать. По благодати Божией даны мне дети. По благодати Божией они со мною в церкви. Дорогие, какое-то у тебя есть имущество, какие-то у тебя есть финансы, у тебя есть здоровье. Это все благодать, дорогие. Это все по благодати. Надо понимать, что это даровано тебе. И вот жизнь благодати, вот жизнь во святилище, это можно приравнять. Жизнь благодати. Потому что в самом святилище мы оказываемся по благодати. Как по-человечески, как грешники, мы не имели права стоять в присутствии Божьем. Понимаете? Это, ну вот образ, помните, мы приводили святилище, ветхозаветное, да, внешний двор, святое, святое святых. Максимум, израильтянин, язычник не мог туда попасть. Максимум, куда простой израильтянин мог попасть, это во внешний двор. Во внешний двор он мог прийти, принести туда жертву, да, привезти туда там бычка, теленочка, овечку или козу, чтобы ее там принесли в жертву священники. Все, дальше ему вход был запрещен. В святое заходили только священники. Священники, особая каста, особый род, род ааронов, да, только они заходили в святилище, в святое. Они там возжигали светильник, они приносили хлебопредложений, там воскуряли фимеам. Ограниченное, очень ограниченное число людей туда могли войти. Итог, каждый в свою очередь. Даже если ты был священником, это не значит, что в любой день, в любое время ты мог туда заходить. Определенная череда была. Ты мог сегодня служить, и следующая твоя череда была там через месяц. То есть это не так-то часто туда и заходили священники. Были череды, может помните, да, было, по-моему, 24 череды. То есть два раза в месяц менялись. Ну, это детали я, может быть, что-то перепутаю, не страшно. Ну, то есть это была привилегия, на какое-то время ты заходишь, и потом, неизвестно, когда в следующий раз попадешь. И в святое святых, мы знаем, заходил один человек, однажды в год, священник, первосвященник. И вот теперь, смотрите, уже я не буду все эти вспоминать детали. По Новому Завету, согласно Новому Завету, через кровь Иисуса Христа мы получили вход во святилище. Мы получили вход в святое святых. Мы получили доступ в непосредственное Божье присутствие. Это благодать? Это уже благодать, дорогие. Никто из нас этого не заслуживал. Почему мы туда получили доступ? Да потому что кровь Христа была пролита. Апостол Павел пишет в послании к евреям, 10 глава, он говорит, «Итак, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим». То есть Он же стал и великим священником над Домом Божьим. Он наш первосвященник сегодня. То есть мы в Нем, мы в Нем во Христе, мы в Нем в первосвящении и уже там, во святилище. И уже вот эта жизнь во святилище, она же и есть жизнь в благодати. Она же и есть жизнь с избытком. Вот такие интересные вопросы, дорогие. Насколько мы можем рассчитывать на Божьей благодать? Вот можно по-другому вопрос задать. Хорошо. Вот я хочу жить счастливо. Поверь, Бог тоже хочет, чтобы ты жил счастливо. Бог хочет, чтобы ты был счастливым. И вот сколько мне надо принять благодати, а сколько мне надо самому потрудиться, чтобы заработать что-то? Вот кто-то думает, слышали же, да, мирскую поговорку, да? На Бога надейся, а сам же ж не глашает. А, это подразумевается. Давай, 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 ты пыхти, 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 ну а Бог там где-то тебе чуть-чуть еще поможет. Ладно. Смотрите, я прочитаю вам Первое Петра. Откройте вместе со мной Первое Послание Петра. Первое Петра, первая глава. И тринадцатый стих один прочитаем пока. Первое Петра, первая глава и тринадцатый стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Петр обращается. Возлюбленные, то есть это конкретно к верующим, к детям Божьим. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, припоясав чресло ума, это значит, наш ум должен быть чем-то вооружен, наш ум должен быть чем-то заряжен, наш ум должен быть чем-то опоясан. То есть, помните, в другом месте апостол Павел говорит о поясе истины, да? Оденьте пояс истины. Вот наш ум должен познавать истину, он должен понимать истину. Христос говорит «познайте истину, истина сделает вас свободными». Смотрите, он говорит, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя. Бодрствуя – это значит осознавать реальность. Знаете, когда человек спит, он не воспринимает реальность такой, какой она есть. Ему может сниться сон какой-то, он там летает, он плавает, не знаю, он там цветочки нюхает. В общем, он может быть во сне, он может быть вообще не в реальности. Когда говорится «бодрствуйте», это значит «осознавайте четко ту реальность, в которой вы живете». И опять же, мы сейчас говорим, в первую очередь, о духовной реальности. А духовная реальность такова, что мы там, в освятилище, во Христе Иисусе, посаженном на небесах. Аминь. Так вот, он говорит, припоясав чресло ума, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. В какой мере я должен уповать на благодать? 50 на 50. Давай 50% от Бога я буду на благодать рассчитывать, ну а 50% сам чуть-чуть постараюсь. Да, вот на Бога ж надейся, сам не плашай. Да, давай 50 на 50. Что здесь написано? Совершенно. По-гречески там Телиос. Телиос. Телиос это полностью, совершенно. Сто процентов. То есть, сто процентов уповай на Божьи благодать. Сто процентов твоей надежды должно быть на подаваемую тебе благодать. То есть, все доброе, что ты ожидаешь, не ожидаешь, что чуть-чуть мне Бог даст, а чуть-чуть я сам заработаю. Все доброе, что ты имеешь возможность получить, ты получаешь только от Бога. Сто процентов. Сто процентов. И вот смотрите, написано, что уповайте, то есть надейтесь, да, надейтесь на подаваемую вам благодать, в русском перевели, в явлении Иисуса Христа. То есть, можно подумать, ну, наверное, вот когда Христос явится второй раз, да, вот тогда, наверное, вся совершенная благодать и явится. В греческом тексте написано апокалипсий по Иисусу Христу. Апокалипсий это откровение. Вы можете проверить оригинал. То есть, благодать, на которую Петр нам учит уповать, она подается нам в откровение Иисуса Христа. Смотрите, благодать, опять же, незаслуженное добро подается мне, дается мне в откровение Иисуса Христа. То есть, когда я получаю откровение об Иисусе Христе, от Иисуса Христа, о том, кто такой Христос, я получаю благодать. И чуть-чуть дальше мы более конкретно, более практически еще посмотрим на эти вещи. Вот просто давайте разберемся с тем, насколько, насколько мы можем рассчитывать на блок Божьей благодати, насколько нам нужно рассчитывать на свои силы. Вы арифметику видите, нет? 50 на 50? 70 на 30? 100 и 0. Проклят всяк, надеющийся на человека и плоть, делающий свои опоры. Помнишь? Помнишь? Проклят всякий, надеющийся на плоть. Если ты надеешься на плоть, даже на свою собственность. Это проклятие. Что ты можешь выдавить? В прошлый раз чуть-чуть озвучивать, да? Это вот Исаак и Измаил, да? Измаил и Исаак. Измаил по плоти родился, Исаак по духу, по обедованию. То есть от Измаила до сих пор еще проблемы не закончились у Израиля. Дорогие, итак, через откровение Иисуса Христа мы получаем благодать. Смотрите, мы можем эту благодать принимать, мы можем эта благодать подается. Смотрите, она тут интересно сказана, да? Подается. Она тебе подается. То есть даже ты, даже ты там, тебе не надо загребать ее, да? Она тебе подается через откровение Иисуса Христа. То есть тебе даже напрягаться не надо на то, чтобы собирать. О, где там благодать? Туда бежать, туда бежать, туда бежать. Нет, тебе просто познавать надо Иисуса Христа. Чем больше Он тебе открывается, тем больше благодати приходит в твою жизнь. Поэтому во втором послании, я сразу забегу наперед, во втором послании, в последнем стихе апостол Петр пишет, 3,18, 2 Петра, 3,18. Он просто заканчивает свое письмо и говорит, возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Оказывается, в благодати можно возрастать, дорогие. А что это значит? Возрастать в благодати. Это значит, ты сегодня получил вот столько незаслуженного, да? А? Вот столько, например. А завтра тебе можно получить вот столько незаслуженного. а послезавтра тебе можно вот столько незаслуженного получить. То есть каждый день ты можешь получать все больше и больше незаслуженного по благодати. Дорогие, вот у нас, у нас вот тут надо что-то менять. У многих из нас вот тут что-то нужно ломать. Это хорошо, что мы привыкли, да? Кто не работает, тот не ест. Ну, в принципе, хороший принцип. Павел даже об этом говорит. Там Павел, кстати, коммунисты немножко переделали, да? Они написали, они писали, кто не работает, тот не ест. А Павел говорит, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Там чуть-чуть по-другому. Ну, ладно. Трудиться это хорошо. Мы понимаем, что трудиться надо, это благословение. Кстати, труд никогда, вернее, труд изначально был благословением. Когда Бог создал Адама и поручил ему возделывать Эдемский сад, это не было проклятием. Потом уже, после грехопадения, помните, Бог ему сказал, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Проклята земля за тебя, поэтому в поте лица будешь есть хлеб твой и потом вернешься в землю, с которой ты взят. То есть, изначально труд не был проклятием. Труд это благословение. Труд это как раз там миссия, то предназначение, к которому мы призваны. То есть, делай то, к чему Бог тебя призвал, ты будешь счастливым. Ты даже не будешь напрягаться делать то, что тебе Бог предназначил делать. Павел, например, говорит, горе мне, если я не проповедую. Горе мне, если не благовествую. Может быть, он пытался там, ну ладно, помолчи несколько дней, а не получается. Не получается. Попробуй, попробуйте корову не подоить два дня. Она предназначена давать молоко. Все, это миссия ее. Она несчастна, если ее не доят, если не берут это молоко. Точно так, если ты предназначен что-то делать, ты будешь счастлив это делать даже бесплатно. Это, кстати, хорошо проверять себя. Что ты готов делать даже бесплатно? Это твое призвание. Смотрите, Петр говорит, возрастайте в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Опять идет благодать и познание Господа Иисуса Христа вместе идет. Мы же только что прочитали в первом послании, где он говорит, что благодать подается через откровение Иисуса Христа, в откровение Иисуса Христа. То есть получается, а как мне возрастать в благодати? Да возрастать в познании Христа. Чем больше я познаю Христа, тем больше благодати. Тем больше я возрастаю в благодати, тем больше подается мне благодать. Дорогие, то есть благодать это то, что я не заслуживаю. И сейчас еще более конкретно подойдем к некоторым моментам, почитаем некоторые стихи. Смотрите, апостол Петр, например, тоже пишет об этом чуть раньше, во втором послании чуть раньше, в первой главе. Послушайте, он говорит, 3-4 стихи я прочитаю. Хотя, ну, можно и раньше, второй стих, например, говорит, «Благодать и мир вам да умножатся». Оказывается, благодать и мир могут умножаться в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славы и благости, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растения Бога. Опять он говорит, благодать и мир да умножатся. Мы уже знаем, как благодать умножается через познание Иисуса Христа. Он так и говорит, в познании Бога и Христа Иисуса. И дальше он говорит очень мощную вещь, которую до сих пор христиане не поймут. Многие не понимают. Многие, слава Богу, понимают. Те, кто понимают, молодцы. Слава Богу. Смотрите, написано, от божественной силы Его, просто подумайте, на несколько секунд просто задумайтесь, в каждое слово вдумайтесь. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Аминь. Кто-то еще скажет, кроме... Аллилуйя. Аллилуйя. Кто сказал, тот успел. Это сильное заявление, дорогие. И я не думаю, что это, знаете, какая-то поэтическая форма, которая сейчас общается тут апостол Петр. Это не поэзия здесь. Знаете, вот иногда, ну, ораторы, проповедники хотят красиво что-то сказать. Я верю, что это богоодухновенное послание. Каждое слово от Духа Святого. И вот Он нам говорит, что от божественной силы Его даровано нам. Нам. Скажи, мне тоже. Мне и мне даровано. И мне и нам. Всем даровано все потребное. Скажи, мне даровано все потребное. Громче скажите. Не стесняйтесь. Вот кто стесняется, я не знаю. Не стесняйтесь. Это написано в Писании. То, что написано в Писании, это истина. Если это написано в Слове Божьем, применяйте это конкретно к себе. Еще раз скажи. Мне даровано все потребное. Для жизни и благочестия. Аминь. Я люблю. И дальше написано. Через познание призвавшего нас славу и благостью. Опять. Как тебе это даровано? Через познание. Как оно будет тебе подаваться? Через познание. Чем больше познаешь его, тем больше вот это все потребное проявляется в твоей жизни. И дальше написано. Через познание призвавшего вас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Еще раз скажи. Мне дарованы великие и драгоценные обетования. Вместе. Мне дарованы великие и драгоценные обетования. Аминь. Мы даже еще не все знаем обетования. Ты все знаешь обетования? Ты все знаешь обетования? Я не все. Так вот я еще хочу знать. Кое-что уже знаю. Слава Богу. Так надо хотя бы их узнавать для начала. А потом, во-первых, поверить, что это тебе даровано обетование. А потом уже видеть, как это обетование в твоей жизни осуществляется. Это обетование, которое даровано Аврааму, даровано и нам. Аминь. Потому что мы семя Авраамова. Аминь. То есть, смотрите, и Бог через вот эти обетования, великий драгоценный, Он говорит, хочет нас сделать причастниками Божеского естества. Чтобы мы через них сделались причастниками Божеского естества. То есть, то, что есть в Божьей природе, чтобы оно передалось и нам. То, что есть у Бога, чтобы и Он хочет этим делиться с нами. Понимаете? Дорогие. Например, давайте подумаем о самых таких простых и в то же самое время очень важных вещах. Когда мы говорим, что все потребное для жизни и благочестия. Мы чуть-чуть потом поговорим о балансе. Потому что иногда кто-то бросается в крайности для жизни. Дано для жизни. Деньги. Дома. Квартиры. Машины. Одежда. Бриллианты. Вот для жизни. Мне вот это надо. На материальную ценность сразу мы кидаемся. И, соответственно, весы сюда, в эту сторону. Перевешиваем. И люди потом не понимают, что с ними происходят некоторые вещи неправильно. Я сейчас прочитаю быстро 1 Тимофею 6 главу, где Павел объясняет, что происходит с такими людьми. Прочитаю. Пятый стих, вот там, я даже с середины прочитаю, что он говорит о людях поврежденного ума, чуждыми истинами, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Таковых удаляется. 1 Тимофею 6.5. 1 Тимофею 6.5. То есть он там говорит, что есть люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. То есть, ага, приду к Богу, уверую в Богу, и я буду в шоколаде. И там у меня будут полные закрома. То есть акцент сразу на это. О, буду, буду, у меня будет много денег, много домов, много еще чего-то. То есть это крайность. Потом, смотрите, 6 стих Павел утверждение делает, сильное очень. Он говорит, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Вот это баланс такой, благочестие и довольство, да, или достаток. Можно так еще перевести. Авторкия, там по-гречески слово авторкия. Авторкия это когда мне достаточно. И даже с избытком, да. То есть, смотрите, баланс, быть благочестивым и довольным, это великое приобретение. По-гречески даже там великое богатство, быть благочестивым и довольным, да, или обеспеченным. Благочестивым и обеспеченным. Это интересно. Смотрите, вот опять же, баланс, да, для жизни и благочестия. Кто-то цепляется, ага, для жизни только материальное мне надо, и забывают про благочестие, про истинное благочестие. А некоторые думают, что благочестие и служит для прибытка, да, я должен стать верующим, чтобы стать богатым, да, или здоровым, там, или известным, или знаменитым. А Павел говорит, что вот он, баланс, великое приобретение быть и благочестивым, и обеспеченным в то же самое время. И вот другой есть перекос, да, когда на благочестие делают акцент. Все, только духовное, такие, видели, может, таких супер, я когда-то сам, может быть, таким был супердуховным, да, когда, типа, мне и есть не надо, и пить не надо, и бриться не надо, и не мыться. Типа вот аскетический такой образ жизни. Да что там то материальное, оно вообще ничего не надо, хотя у тебя семья, дети, да, там уже родились. Типа же надо, что-то, это, заботиться о них. То есть вот туда, но это есть тоже другая крайность, о которой тоже апостол Павел когда-то написал. Он говорил в Колоссяном, он, например, говорит о людях, о некоторых людях, которые, ну, вторая глава Колоссяном с 18 стиха, я несколько стихов прочитаю. Он говорит, никто не обращает вас самовольным, смиренно мудрым, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом. То есть вот кто-то там рассказывает о каких-то духовных переживаниях, о каком-то духовном опыте, служении ангелов, там, видения какие-то, да. Не держась головы, от которой все тело со составами и связями соединяемо, скрепляемо растет возрастом Божьим. И в 23 стихе он говорит, это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудре и изнурении тела. В некотором небрежении он освещение плоти, да. То есть некоторые вроде бы как вот на благочестие делают этот центр, забывая, что там, о материальном, да. Там не есть, не пить, там, о семье не заботиться, то есть вот буду заниматься, молиться, поклоняться и все, поститься. Но Павел говорит, это имеет только вид мудрости. И он говорит, это самовольное, на самом деле это самовольное служение, смиренно мудре, самовольное, и изнурение тела, и некоторое небрежение он освещение плоти. То есть это не то, опять же баланс все-таки, да. Видите, важно вот этот баланс увидеть. Великое богатство быть благочестивым и довольным, и обеспеченным. И смотрите, вот сейчас посмотрим некоторые вещи, которые нам точно нужны для жизни. Петр же сказал, что вам уже даровано все потребное для жизни и благочестия. Давайте, для жизни самое главное, что нам нужно? Да? Господь, аминь. Уже более конкретно, да. От Бога, опять же, все от Бога, мы говорим, все по благодати. Здоровья нам надо? Хорошо. Финансы нам нужны для здоровья? Нужны, хорошо. Еда. Хорошо, то есть, давайте хотя бы так, здоровье и финансы, да? Здоровье и финансы нужны? Нужны для жизни. Вот для жизни на земле нам нужны здоровье и финансы. Давайте посмотрим, как нам Господь в этом смысле обеспечивает. Давайте, кстати, знаете, кто нам открывает, что нам даровано во Христе Иисусе? Да, вот иногда мы говорим, великие драгоценные обетования, даровано все потребное для жизни и благочестия. А как нам это вообще узнавать? Как нам эти обетования узнавать? Как нам узнавать вообще, что даровано нам во Христе Иисусе? Вторая глава 1 Коринфянам, 10 стих, говорится, что Бог нам открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. 12 стих, 1 Коринфянам, я читаю, 2 глава, 12 стих. «Но мы приняли не духа мира, всего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Тебе нужно принять духа Божьего, для того, чтобы он тебе показал, что тебе даровано во Христе от Бога. То есть сам ты даже не разберешься, сам ты даже не поймешь. Тебе нужен дух святой, который наставит тебя на всякую истину, который покажет тебе, на самом деле, что тебе даровано во Христе Иисусе и для жизни, и для благочестия. Аминь. Хорошо. Так вот, по поводу некоторых конкретных вещей, которые нам дарованы. Например, для жизни мы сказали, что нам нужно здоровье и финансы. Это пока элементарные какие-то вещи, которые мы называем. И смотрите, как Господь позаботился. Через Иисуса Христа Господь обеспечивает нам здоровье и исцеление. Исайя, пророк Исайя пишет в 53 главе, что 4-5 стихи, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был наказуем за грехи, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И дальше написано, что ранами его вы исцелились. Апостол Петр, кстати, в 1-м послании 2-я глава 24 стих, дублирует этот же самый стих. Вот этот отрывок из Исаии апостол Петр дублирует в 1-м послании 2-я глава 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. То есть это подтверждает еще и Новый Завет. В отношении финансов, дорогие, смотрите 2-е Коринфянам, 8-я глава. Я думаю, многие уже из вас читали, славят этот отрывок. Я просто еще раз напомню. 2-е Коринфянам, 8-я глава, 9 стих. И тут конкретно говорится, что это благодать Божья. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Вот она, благодать. Ты этого не заслуживал, и Он не заслуживал то, что с Тим сделали. Он, будучи богат, обнищал. То есть Он добровольно, незаслуженно стал нищим. На кресте на Нем ничего не было, кроме тернового лица и гвоздей. в Его руках и ногах. И вот написано, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Смотрите, уже Богом сделано что-то для того, чтобы у тебя был достаток, чтобы ты был обеспечен. Для здоровья Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились. Хорошо, вот хотя бы элементарные вещи мы увидели, да, что для жизни и для благочестия. Вот для жизни, здоровье и финансы по благодати нам дарованы через жертву Иисуса Христа. В первую очередь, что вам приходит на ум, когда, вот, благочестие с чем связано? Благочестие с чем связано? Одно слово. Порядочность, ну, по-библейски это праведность. Праведность, да? Благочестие связано с праведностью. То есть благочестивый человек это праведный человек. И смотрите, и праведность Божья нам обеспечена, опять же, по благодати. Кто из нас может достичь благочестия? Кто из нас может достичь праведности своими силами? Поднимите руки. Есть такие смолчаки у нас? Аллилуйя! Слава тебе Господь! Аминь! Смотрите, то, что были попытки достичь праведности по закону, полторы тысячи лет никто не достиг. По закону. Смотрите, нам дается праведность по вере, по благодати. Как дар, как подарок. Прочитаю, опять же, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Бог уже что-то сделал по этому поводу, чтобы мы сделались праведными, да? Бог уже что-то сделал, чтобы мы обрели праведность. Сделал. Незнавшего греха Он сделал грехом. В оригинале так написано. Незнавшего греха Он сделал грехом. В оригинале дальше написано, чтобы мы в нем сделались праведностью Божьей. Чтобы мы в нем сделались праведностью Божьей. Мы в нем... Праведность Божьей. То есть, смотрите, уже, опять же, нам даровано все для жизни и благочестия. Для жизни Господь все сделал, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были обеспечены. Для благочестия Он сделал все, чтобы мы были праведными. Много еще можно найти мест, где говорится о том, что Бог еще сделал. Но я взял такие самые элементарные, самые простые вещи, чтобы мы понимали. И теперь, смотрите, теперь, оказывается, ты можешь благодать эту принимать. Оказывается, эта благодать тебе подается. Оказывается, эта благодать может и умножаться даже в твоей жизни. Каким образом? Через познание Христа. Через познание Христа. То есть, вы видите, что о чем бы мы ни говорили, мы приходим вот к этому. Мы приходим к тому, что у тебя должны быть личные отношения с Ним. И ты лично сам должен Его познавать. Как личность. Да, мы собираемся вместе, мы познаем Его вместе. Это очень хорошо, когда мы собираемся, мы вместе поклоняемся. Мы молимся, слушаем Слово, делимся опытом. Мы можем делиться опытом, кто как познал Бога, кто как познает Бога. Кто сейчас, через процесс познания, какой проходите вы сейчас процесс познания Бога. На каком этапе вы сейчас познаете Бога, с какой стороны вы сейчас познаете Бога. Мы можем собираться и делиться этим опытом. Это очень хорошо. Но на каждом из нас ответственность, как я лично познаю Его. Потому что благодать будет умножаться по мере моего личного познания Бога и Христа Иисуса. Понимаете? Итак, дорогие, все, все даровано для жизни и благочестия. У вас все есть. Господь сделал все, чтобы ты был здоров, чтобы ты был обеспечен, чтобы ты был праведен, чтобы ты был благочестив. У тебя все есть. Тебе надо верить в это, принимать это и уповать. Уповать. На сколько процентов тебе уповать надо? На 100. Уповать совершенно на подаваемую тебе благодать. Уповать совершенно на подаваемую вам благодать в откровении Иисуса Христа. Принимай обилие благодати. Принимай дар праведности. Это послание к римлянам 5 глава, 17 стих. На этом будем заканчивать. Римлянам 5 глава, 17 стих. Павел пишет, вспоминая грех Адама и последствия его греха. Очень серьезные. И вспоминая жертву Иисуса Христа и последствия жертвы Христа, завершенной работы Христа. И вот он говорит, если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, вот последствия греха Адама очень серьезные. Мы видим до сих пор, да? Те проклятия, которые пришли из-за греха Адама и Евы. До сих пор, да, эти войны, это следствие проклятия, следствие этого греха. Болезни, немощи, катастрофы, депрессии, нищета. Это все следствие греха. Мы до сих пор видим такие серьезные последствия греха одного человека, преступления одного человека. Он говорит, если преступлением одного, смерть царствовала посредством одного, все эти тысячи лет, да? Но смотрите, дальше меня ободряет. Но тем, то тем более, тем более, жертва Христа намного более, завершенная работа Христа намного более, чем согрешение Адама. Христос наш более, чем первый Адам. Второй Адам намного более, чем первый Адам. И вот именно благодаря Ему, тем более, смотрите, приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. Приемлющие, то есть принимающие, принимающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать над болезнями, над нищетой будут царствовать. Над грехом будут царствовать. Смотрите, мы призваны быть царями и священниками. Бог соделал нас царями и священниками через Иисуса Христа. Опять говорится о том, чтобы мы принимали. Опять же, принимай, что тут написано? Приемлющие обилие благодати. Принимающие не просто благодать, а обилие благодати. Вот, например, вчера мы проехали километров 200 в общей сложности. Представьте, а Бог заливает тебе бак на тысячу километров. Ты даже не используешь то, что Он тебе... Ты не успеваешь это израсходовать. Вот это обилие называется, обилие благодати. То есть Бог не просто тебе дает километр в километр. Вот 200 километров, я тебе ровно 20 литров дам бензина. Да Он тебе 50-100 литров, я залью. Езжай, еще покатайся, сделай еще прогулку куда-то. Если останется, поделись с соседом. То есть вот об этом, смотрите, вот это благодать, дорогие. У нас опять мышление вот это часто мешает нам принимать благодать. О, да я недостой. Это, знаете, такое ложное смирение. О, да я недостой, чтобы у меня там была хорошая жена, хорошие дети, хороший дом, хорошая машина даже. Все нормально, это нормально. Когда ты поймешь, что это приходит от Бога. Твоей заслуги нет. Благодать. Тебе даруются по благодати. Хорошая работа у тебя есть, принимай это как благодать. Некоторые приходят на работу и ворчат. Мама, 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 вставать. Что-то там пахать надо, потеть надо. А другой бежит на работу. Слава Богу, есть работа, это благодать. Дорогие, благодать, нас окружает благодать. Нас окружает благодать, нас окружает Божья любовь. Помните, Павел говорит, познавайте Божью любовь. Широту, долготу, высоту, глубину, чтобы уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. И исполнится всею полнотой Божьей. То есть, вот куда бы ты ни двинулся, любовь Божья, благодать Божья. В этом, в Псалме 22, помните, благость и милость, это будут сопровождать меня во все дни жизни. Там по-еврейски вообще говорится, они будут преследовать тебя. Не просто сопровождать, они будут преследовать тебя. Благодать и милость будут тебя преследовать. Хочешь убежать от благодати, норвешься на милость. Убегаешь от милости, попадаешь на благодать. Дорогие, мы окружены Божьей любовью. Сверху, снизу, вокруг, любовь. Благодать. Поэтому написано, принимайте обилие благодати и дар праведности, чтобы царствовать жизнь посредством единства Христа. Когда мы это принимаем, дорогие, мы чтим Бога, мы чтим Христа, потому что Христос для этого и умирал. Он для этого и заплатил, чтобы ты этим пользовался. Наоборот, когда мы не пользуемся тем, что для нас сделано, Господь говорит, а для чего ж я тогда страдал? А для чего ж я все это терпел? Для тебя же! Давайте помолимся. О, Господь, драгоценный, как ты классный, какой ты классный, Господь, какой ты чудный, какой ты замечательный, Господь, какой ты чудесный, какой ты великий, Боже, и какой ты добрый, какой ты щедрый, Господь, о, Иисус! Просто подумай, Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного. Господь, когда мы говорим о щедрости, мы говорим, ну дай на чай кому-то еще пару евро. Когда мы думаем о Твоей щедрости, Господь, Ты отдал Сына Своего Единородного. Господь, Ты отдал самое драгоценное, что у Тебя было. Господь, потому что так сильно Он возлюбил, потому что так сильно воскрепил нас Господь. И написано, если Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Господь, если Ты самое драгоценное отдал за нас, как вместе с Ним не дашь нам здоровья, финансового обеспечения, помощи какой-то? С Ним, со Христом, Ты даешь все пакетом, одним пакетом вместе со Христом. И прощение, и спасение, и исцеление, и праведность, и обеспечение Господь, и защиту, и мир в сердце, и радость Господь. Все, все вместе Ты даешь во Христе Иисусе. Это и называется спасение Господь. Но все это к нам приходит, все это нам даруется, все это нам подается через познание Тебя. Поэтому, Господь, наше желание одно – познавать Тебя. Помоги нам, Господь, познавать Тебя. Помоги нам, Господь, познавать Тебя. Господь, мы иногда не знаем, как лучше сделать, чтобы познавать Тебя. Мы иногда не знаем, Господь, а с чего начать познание Тебя. Мы читаем Библию, мы молимся. Господь, нам помоги нам, Господи, эффективно читать Саня, эффективно молиться, эффективно проводить это время уединения с Тобой, чтобы реально общаться с Тобой как с живой личностью. Ведь Ты есть живой, живой Бог, живая личность. Мы хотим знать Тебя, Господь. Я молюсь, Господи, если кто-то еще не знает Тебя, если кто-то еще не познакомился с Тобой, если кто-то находится здесь еще и не понял, кто Ты такой, не знает, кто Ты такой, я прошу Тебя, открой сердце, Господь. Открой сердце и просто вдохни туда Твою любовь, Господи, чтобы это сердце почувствовало, как сильно Ты любишь его. Господь, чтобы каждое сердце почувствовало, что именно Его Ты возлюбил, именно ради Него Ты послал Своего Сына Иисуса Христа на кресло, чтобы эта личность была спасена, чтобы эта личность вернулась к Тебе. Я молюсь, Господь, за тех, кто уже знает Тебя, за тех, кто является Детем Божьим. Господь, зажги в нас огонь еще больше, зажги в нас эту первую любовь, Господи. Если кто-то остывает, если кто-то уже как-то там, какое-то равнодушие появилось, или апатия, или лень, Господи, по имя Иисуса пусть это все уйдет, чтобы возгорелся снова огонь первой любви, чтобы мы искали Твое лицо каждый день, чтобы мы просыпались с желанием приблизиться к Тебе, побыть с Тобой, пообщаться с Тобой, послушать Тебя, прикоснуться к Тебе, просто побыть с Твоим присутствием. Благослови, чтобы через познание Тебя подавалась нам вот эта благодать, чтобы через познание Тебя приходило в нашу жизнь все потребное для жизни и благочестия, чтобы мы были живым свидетельством того, что Ты живой, Господь. Чтобы каждый, не для себя, Господь, мы не просим для себя просто быть богатыми, здоровыми, обеспеченными, мы хотим тем самым свидетельствовать о Тебе, о том, что Ты живой Бог, что Ты нас обеспечиваешь по благодати Твоей, по любви Твоей, что Ты нас обильно благословляешь, Господь, чтобы это благословение, благословение, которым мы благословлены, чтобы привлекало внимание людей к Тебе, Господь, чтобы Ты, принимая благословение от Тебя, Господь, чтобы мы сами были благословением для окружающих нас людей, Господь. Во имя Иисуса мы просим об этом. Мы еще раз благодарим Тебя за ту цену, которую Ты заплатил, чтобы мы все это имели, чтобы мы имели все потребное для жизни и благочестия. Благодарим Тебя за крест, благодарим Тебя за кровь, благодарим Тебя за смерть Твою и за воскресение Твое. Тебе вся слава, честь и хвала во веки веков. Аминь. Слава Иисусу! Аллилуйя!